Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, я аттестована Министерством здравоохранения Украины как биоэнергоинформотерапевт. Рассказываю, сравниваю, чтобы вы смогли распознавать, где вам говорят правду, а где просто манипулируют, затягивают в вас свои игры. Все, о чем я говорю, является моим исключительно субъективным мнением и не факт, что я права. Все материалы, которые я пользуюсь, взяты из открытого доступа. Сегодня я хочу поговорить о блогере. Есть такая блогер Маруся. У нее два канала. Обо всем с Марусей и о жизни и здоровье с Марусей. И как-то там мне случайно попало видео, я его там что-то посмотрела, посидела, посмотрела, ну как-то ладно. Потом второе. Там же, как если смотришь, тебе уже начинают предлагать. А потом я была настолько удивлена. И я записала уже три видео. Я их загружаю, не знаю, может, позже буду и на канал Лес Дачи Жизнь. Вот, может, даже и это видео загружу на второй канал Поговорим о Жизни. Исцелись себя. И вот такая женщина, не знаю, сколько ей лет. Если кто знает ее дату рождения, напишите мне, пожалуйста, потому что оно очень интересно. Я там пыталась найти, но никаких данных я не нашла. Но я хочу вот сказать, что такие вот блогеры, так как меня вот вопросы здоровья очень интересуют, как я говорю, у меня и мой код 32,5. И так же сложилось, что я и прошла обучение при Министерстве здравоохранения Украины. И много очень интересуюсь, изучаю, и до сих пор мне все интересно. И вот когда встречаешь вот таких Марусь, ну ладно, там два видео, там она рекламирует лечение сывороткой. От всего она лечит сывороткой молочной. Даже молочницу спринцеваться молочной сывороткой. Вы представляете, я как увидела то видео, мне захотелось записать, как худеть с помощью молочной сыворотки. Ну ладно, но женщина старается, у нее такие хорошие задатки артистки. Она так красива, и видать, все у нее это уже привычно. Не знаю, сколько лет у нее эти каналы. С этой стороны молодец. Ну, почитала, ну выдала, ну не знаешь, ну это. Но вот к чему я обнаружила, что у нее на разных каналах есть разница в год. Загруженные такие два видео, но уже как потом я поняла, она просто рекламировала морскую соль. И я уже поняла, что уже здесь это не от того, что она не знает, ну где-то что-то там прочитала, и вот она делится той информацией, все, а здесь нет. Здесь уже просто обман. Я там загружу эти ее видео, два, именно вот за эту соль морскую. Вот она рассказывает в одном видео, что вот тогда МРТ, это было давно. Но МРТ тогда еще не делали, там где-то, ну вот там, и туда надо было по полгода чуть ли не ждать. И вот она не могла, там что, ну ей когда сделали все-таки. Потому что она уже ходить не могла, и по ходу сразу сочиняет, что то она ходить не могла, то она уже чуть ли не парализована, то она это. И потом обнаружила, что у нее и позвонок рассыпался. Через год она рассказывает, уже рекламирует другую соль. Она уже рассказывает, что ей этих МРТ столько наделали, что уже врачи были в ужасе, но ничего ей обнаружить не могли. Но потом все-таки обнаружили, и надо было делать операцию. То есть разница в год. Уже настолько отличается версия. Но ей врач сказал, я тебе вот скажу, и ты будешь вот это делать, и ты спасешь. Ну хорошо. Но за год она говорила везде жменьку соли, и в ванную, и в... Повязку солевую. Все там у нее измерялось жменькой. Поэтому через год она уже прибрала, видать, весы за рекламу, получила деньги. И она уже рассказывает, что там уже 100 грамм соли надо. А в ванну уже, кажется, там 200 грамм. Чтобы я не попутала, да. Чтобы я потом сама не стала такой же обманщицей, как она. Где-то я туда записывала. 90 грамм на литр. Так, это я записывала. Ага, 10 грамм. Значит так, вот она говорила. 200 грамм соли на 20 минут. Это в одном... В предыдущем она говорила, что 40 минут лежать в ванне. Компресс 100 грамм соли на 500 миллилитров воды. На пол-литра. Представляете, жменька, 10 грамм соли в ванну. На такое количество воды. Что оно вам там поможет? Но в ванны надо делать каждый день. Эту соль бросать каждый день. Как я говорю, сколько воды, сколько электричества и все остальное. Во сколько это вылечит... Это не вылечится. Это просто люди будут тратить деньги, время, понимаете? В надежде, что они излечат себе грыжу позвоночника. Ой, боже, боже. Вот соляные компрессы. В одном... Я уже там запуталась, в каком из этих видео. А, кажется, в первом. Она сказала, что это она сама придумала. Вы понимаете? Вот она уже достигла таких знаний. И она уже придумала этот раствор. Извините, но это придумал Иван Щеглов, врач. Это еще далеко до ее рождения. Ведь, понимаете, вот я же говорю, если вот там можно сказать, что какое-то незнание, а здесь уже просто аферистка. С плохой памятью. Не помню, что говорила в одном виде, что в другом виде. И, как я говорю, вроде вот с солью. За сыворотку я вообще даже говорить не хочу. Это кроме вреда. Ну, будем списывать на незнание. Почитала, деньги зарабатывать надо. Как говорится, и все. Но здесь реклама с соли. Потому что, говорится, фирма, где купить и все остальное. И когда ты бросаешь 200 грамм соли или жменьку, когда в ванну надо на 170 литров килограмм 800. Кило 800. Хорошо, маленькая ты худенькая, меньше воды нальешь. По-любому, хотя бы пачку. Что тебе дать жменька соли? Ты только потратишь деньги на электричество, на воду, оплату коммунальных и все остальное. И в одном видео она говорит, в ванне лежать 20 минут, в другой 40. А здесь минимум от часа до двух часов надо лежать. И хотя бы пачку всыпать. Хотя бы. К чему я вот это видео записываю? Понимаете, что сейчас такое время наступило. Нельзя никому верить. Вот она, вот вроде хорошая, там жменьку, там вот эту повязку делать. А потом она говорит 200 грамм соли, 100 грамм соли, 100 грамм соли на пол-литра воды. Это получается больше, это двойная норма, даже больше двойной. И потом, вместо пользы, это, во-первых, вы получите раздвижение и проблемы с сосудами. Вот повязкой, вот с таким сильной концентрацией соли. Сейчас не верьте никому. Если вас что-то заинтересовало, вот вроде хороший способ, но женщина настолько завралась, это уже какое-то вредительство. Ради вот этой, что ей там прислали пару килограмм той соли, она несет такую чушь, и разницу в год. Это говорит, а были ли у нее вообще проблемы с позвоночником? Если, неужели ты забудешь, сколько ты соли бросала? И как все это было? Если человек сам через это прошел, он будет точно помнить, сколько он чего сыпал, а не путаться в показаниях и не выдумывать, что она это придумала. Милая моя, прочитала ты в интернете, ну обдумай как-то. Но не выставляй себя вот как аферистку, ведешь себя как аферистка. Честное слово, вот людям поражайся, перепроверяйте всех и вся, перепроверяйте. Я всегда так делаю. Я где-то что-то заинтересовала, где-то что-то незнакомое, стараюсь чем побольше информации, чем побольше информации. И уже где-то смотрю, где что, где-то сама что-то делаю, перепроверяю, даже вот что-то неудачное, я это загружаю и говорю, вот неудачно, вот с розами неудачно было. Подозревала, но все равно сделала. Потому что много ты можешь за раз. Ну неудачно, ну и неудачно. Да и ладно. Здесь, по крайней мере, к здоровью никакого отношения не имеет. Деньги не тратила, нарезала, попросила и все остальное. А здесь будете тратить на соль, будете тратить на воду, на электричество, да еще принесете себе вред. Ой. Вот такие Маруси. И там так люди ей верят. И так ей ее восхаляют. Что она знает больше, чем врачи? Ну конечно, если ты будешь себя объявлять уже, что гипертонические растворы ты изобрела. Ну да, тот, что ты говоришь, это точно ты изобрела. Но есть уже проверены. Почитай, узнай. Уточни, не позорься. А люди восхищаются. Ну что ж, значит, наверное, так для тех зрителей, которые будут не проверив, делать по ее совету, значит, так, наверное, заработали. Значит, они заработали вот таких блогеров. Но мне очень интересно, очень интересно узнать ее дату рождения. Не буду я там сидеть, листать ее видео, тут бред ее слушать. Такое впечатление, что девушка должна быть и вампир, и какие-то артистические данные, и все остальное. Но ей не надо лезть в целительство, ей не надо давать советы, потому что не понимает, не соображает, и дает неправильные неправильные количества то, что должно быть. Ой, ну хорошо, вот такое видео возмущение. Смотрите, может, оно вам где-то подскажет, что все-таки перепроверяйте. Перепроверяйте. Здоровья вам всем, будьте здоровы. И не всегда верьте блогерам, которые оторвавшие от сиськи коровы, идут вам и советуют. Потерявший зуб нет, здоровья нет, потому что то, что она говорит, то получается всем этом она переболела и все остальное. До свидания. До следующих видео. До свидания. До свидания. Продолжение следует...